МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Тюмень цветочная. Очень трудно выжить. Наверное, если не будет, мы господдержим. Как флора областной столицы за границей корни пустила. Построить дом и посадить дерево. Ориентировочно по карте вот здесь и должен быть наш участок. Многодетные семьи области готовятся получить землю в собственность. Рыбак государственного масштаба. За досрочное выполнение задания второго квартала. По вылову рыбы на 230%. Как ловля муксуна и нельмы жителей Ямала в театр привела. Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите точнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Стратегия развития региона стала главной темой встречи Владимира Якушева и представителей ведущих СМИ Тюменской области, Ямала и Югры. Журналистов интересует, как санкции в отношении России отразятся на местной экономике. По мнению исполняющего обязанности губернатора, причин для паники нет. Тюменские бизнесмены останутся только в плюсе. Индекс производства за первое полугодие составил 111,5%. Это выше среднего по России. Те, кто сегодня уже стоит твёрдо на ногах, у кого достаточно хорошая и конкурентоспособная продукция, молочка, яйцо, овощи и так далее, и так далее, значит, мясо и говядина, и свинина, сегодня все эти предприятия, естественно, будут в плюсе. Владимир Якушев также отметил, что для успешного развития агропромышленного комплекса в регионе созданы все необходимые условия. На поддержку этого сектора экономики в бюджете 2014 года запланировано около 7 миллиардов рублей. Модернизация производств должна привлечь в отрасль новых инвесторов. Ставку на модернизацию своего производства сделали и в Тюменском садовом питомнике. Именно такой подход помог растениям из областной столицы зацвести не только по всей России, но и за её пределами. Тему продолжит Ольга Коренева. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Руководство питомника Субтитры создавал DimaTorzok К примеру, вот эта установка Субтитры создавал DimaTorzok 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 В последние 8,5 лет регион смог стать одним из лучших в России Один из важнейших показателей лидерства динамика демографической ситуации С 2006 по 2013 годы у нас родились 150 тысяч детей А это почти целый город Как область жителями прирастала, расскажет Александра Сосновская В 1960 году численность населения Тюменской области составляла 1.104.000 человек А потом произошел миграционный взрыв Всего за 30 лет жителей стало на 2 миллиона больше Освоение территории и интенсивная урбанизация К нам поехали по путевкам и по распределению В феврале 1965 года была объявлена Всесоюзная комсомольская стройка И в этом же 1965 году создаются студенческие отряды Даже приводится цифры, что в составе вот этих отрядов строительных были иностранцы Их количество было немногочисленным, но они были даже из Никарагуа В 1976 году приехали в Тюменскую область строители из братской Болгарии Приехали, чтобы вместе осваивать северный нефтяной край На помощь Ханты-Мансийскому округу привезли три буровые бригады из Башкирии, Татарии и Куйбышева А по железной дороге на станцию Когалым прибыли первые эшелоны из Эстонии, Латвии и Литвы Составы были исключительно мужскими и молодыми от 20 до 40 лет Чуть позже к ним присоединились жены и подруги Анатолий Отрадный главным областным архитектором прослужил 26 лет И о заслугах каждого народа помнят в деталях Говорили на разных языках, но это никому не мешало В Артовскую я считаю, что повезло Москвичи пришли с великолепными домами 12, 14-тазные, 16-тазные дома Белорусы Лангепас очень хорошо строили Вот потом генеральный план Нягани Это узбеки строили Там надо с таким орнаментом, не нужно сказать, национальным Ну вы что, какой чужой? Свой! Абсолютно не было такого понятного, что откуда-то приехал Абсолютно! После трудового дня здесь, на Тюменской земле, звучат народные мелодии Бытовых условий не было, праздники для души устраивали сами Северная романтика и жажда неизведанного держала в самых сильных духом Но на одном энтузиазме долго протянуть получалось не у всех И в 90-х начался отток населения Выехало почти 350 тысяч человек Впрочем, демографического кризиса тогда удалось избежать Сегодня история повторяется Интернациональная Сибирь становится новым домом для выходцев из бывшего Советского Союза Александра Сосновская, Сергей Мякишев, Тюменское время Впрочем, сегодня в регион за новой жизнью едут не только из-за рубежа Интересен юг области и северянам Особенно с большими семьями Для многодетных у нас работает программа предоставления земли под ИЖС Правда, пока не все жители Югры и Ямала могут ей воспользоваться Действует ценз оседлости Его отмена может произойти уже этой осенью А пока о тех, кому фортуна улыбнулась Комната 13 квадратных метров Здесь живут трое детей Иордан самый старший сын Остальные в детском саду Глава семьи Андрей Максимов уже распланировал, когда и что строить По схеме, если посмотреть, там лицевая сторона, которая на улицу выходит Там, естественно, постройки с этой стороны Сарайчик, там гараж, скорее всего, с одной стороны, с другой стороны дом Андрей! Да? Иордан, пойдемте чай пить О программе узнали, когда она только появилась Тогда как раз родился третий ребенок Поселки Московский и Гусево Здесь в этом году многодетные семьи получат участки Столбиков, обозначающих границы, здесь пока нет Лилиана Максимова приехала сюда второй раз Снова посмотреть и помечтать Ориентировочно по карте вот здесь и должен быть наш участок Мы планируем сначала сделать забор И построить дом с большой кухней, чтобы у каждого ребенка был свой просторный угол Земли предоставляются тем семьям, у которых есть трое и более детей На 1 август этого года в Тюменской области зарегистрированы 8 919 многодетных семей, которые стоят в очереди на получение земли Это земельные участки, которые расположены в селе Гусево и поселке Московском В июле мы утвердили два перечня И два перечня таких земельных участков Всего направлено 200 уведомлений многодетным семьям Содержащие вариант предоставляемого земельного участка 114 семей Из этих 200 уже согласились с предоставляемым вариантом 25 из них уже получили все необходимые документы и уже сейчас могут начинать строительство За три года существования программы по предоставлению земель многодетным Свои участки получили 1920 семей В июне этого года уведомления вручили еще двум сотням Средняя площадь участка 8 соток До конца этого года ими завладеют еще 500 многодетных семей Алексей Козлов, Андрей Захаров, Тюменское время Дождь внес свои коррективы в компанию по уборке овощей Пока было тепло и сухо, в поля людей и технику вывели сразу 10 хозяйств Юго-Тюменской области Урожайность раннего картофеля в этом году превзошла все ожидания Часть собранной продукции уже отправлена для реализации на север У меня есть два клиента, которые берет на север, возят в Тургут, в Нефтьюганск Продаем А там они уже сами распространяют везде Также по муниципалкам везде Их всегда устраивают Во-первых, качество устраивают Во-вторых, ценовая политика тоже нравится Подсчитывают предварительные доходы и в Упоровской агрофирме Крим Там уже собрали четверть урожая капусты В среднем гектар приносит 65 тонн овощной культуры А это почти вдвое больше, чем в прошлый сезон А вот дачники на богатый урожай не надеются По крайней мере в части бахчевых культур Из-за капризов погоды температура в теплицах лишь изредка поднималась выше 20 градусов А это для арбузов, дынь и тыкв неприемлемо Всходы, если и есть, то плодов на них почти нет Все уточнит Ирина Кистерева А еще вот, тоже сантиметр в квадрате Ну, что это за арбузы такие? Думаю, может что-нибудь вырастет, но не знаю Что-то сомнительно Температура в теплице не поднимается выше 20 по Цельсию Юрий Карипанов опечален В таких условиях его эксперимент точно провалится В этом году садовод впервые решил вырастить арбуз Но южный плод пока больше похож на крыжовник Высаживать арбуз на одной грядке с другими овощами и фруктами Юрия Николаевича научил отец Раньше в садовом обществе собирали хороший урожай Да, да, были у него арбузы, но маленький Вот этот огонек, он был такой красный-красный внутри Вот, а нынче тоже и помидоры как-то не очень Видите, вон там парочка красных торчит и все Прохладное лето сбило календарь всходов Раньше уже в июле на столе были и огурцы, и помидоры А в августе варили кашу из тыквы Но любимая бахчевая культура в этом году созрела только до размеров яблока Совсем маленькая В тыквах дачник знает толк на сибирской земле Выращивает их вот уже 20 лет Почва должна быть соответствующая Но на простом песке она расти не будет Для нее надо, чтобы перегной был Чтобы удобрено было хорошо Вот тогда, ну для этого я использую его как компостный ящик Бросаю туда различные растения Секрет роста бахчевых – тепло и солнце Поэтому чем жарче в теплице, тем лучше вашему плоду Не бойтесь добавлять землю перегной И следите, чтобы на тыкву или арбуз попадали солнечные лучи В прошлом году бахчевые удались на славу А вот в этом богатого урожая не будет Поэтому закатывать банки с тыквенным вареньем можно уже сейчас Ирина Кистерева, Алексей Красных, Тюменское время А вот этот продукт питания от погоды не зависит Но найти его можно лишь в одном месте в городе И туда уже протоптана народная тропа За что тюменцы так полюбили деликатесы из мяса птицы И где снять пробу, расскажет Александр Гришаков Куриная республика открылась в Тюмени всего месяц назад Но уже нашла своего покупателя Сначала людей покорил вкус продуктов отомского производителя А потом и цены Сегодня я увидел вот этот новый магазин Куриная республика И попробовал продукцию И я буду сейчас постоянно брать эту продукцию Потому что она мне действительно понравилась И вкусовые качества Это колбаса, которую я пробовал сейчас Она, во-первых, настоящая колбаса И во-вторых, она имеет вкус и запах Тюменцам доступны 50 наименований Все сделано без сои и ГМО Только мясо, специи и уникальные рецепты Производитель гордится тем, что обвалку птицы делают вручную А колбасы коптят на натуральной щепе Такую продукцию с удовольствием едят и взрослые, и дети Куриная колбаса Я угадала, тут курица Вкусная колбаса, я уже 10 кусочков съел В Омске колбасы и полуфабрикаты из алтайского бройлера Уже получили несколько дипломов качества В Тюмени их продают без наценки Такова политика компании Можно было, конечно, посмотреть на тюменские цены И сделать приблизительно такие или же немножко ниже Наша цена сразу ниже была на три ступени Других сопутствующих предприятий Но мы все-таки не стали поднимать Придерживаясь этого принципа Товар стоит столько, сколько он стоит В перспективе в Тюмени откроют сеть магазинов Куриная республика А пока свежую продукцию можно приобрести на Михайловском рынке Александр Гришаков, Дмитрий Кондратенко, Тюменское время Далее наш теленавигатор поможет подобрать правильный маршрут И объехать надоевшие пробки В четверг дорожники будут работать на проезде 9 мая Затор может возникнуть от Валерии Гнаровской до Широтной Не планируйте свой путь и по улице Евгения Богдановича В районе Суходольской она временно закрыта на капитальный ремонт К ликвидации ям приступят и на пересечении улиц Котовского и Мельникайте А поэтому подъезжая к перекрестку Лучше перестроиться в средней и левой ряды Будьте аккуратны и на улице Ленина От Первомайской до Марис Терезы Начнут менять старый асфальт на новый Следите за нашей рубрикой и выбирайте удобные маршруты Тюменскому цирку, а точнее его современному зданию 10 лет День рождения, как всегда, отмечается на арене Для жителей и гостей областной столицы артисты приготовили грандиозную шоу-программу Программа «Фиеста» вновь удивляет У каждого циркового артиста есть свои секреты работы с публикой, которые они передают из поколения в поколение Все мои предки работают в цирке Бабушки, дедушки, прадедушки В основном с животными Воспитанники именитой дрессировщицы Сплошь экзотические верблюды, ламы, огромные змеи, дикобразы и шаловливые обезьянки Это не единственная изюминка циркового шоу Под зажигательные ритмы на арене появляются акробаты из Кении и шоу-балет с Ямайки Костюмы у артистов национальные и сшиты специально для программы Во-первых, это экзотично Во-вторых, это необычно И в-третьих, я хочу вам сказать, что они так редко у нас бывают, что в любом случае ты их можешь показывать даже две программы Но все равно многие люди приходят по несколько раз У нас люди выходят с представлений и покупают еще раз билеты Посмотреть на фиесту в первый или во второй раз можно по четвергам, субботам и воскресеньям Каждый выход к зрителям артисты превратят в настоящий праздник, несмотря на суровую сибирскую погоду Здесь в Тюмени жарко, как в пустыне Сахара В Кении не так жарко Наслаждаться цирковой феерией можно будет до конца августа Мария Рянина, Леонид Альзаревич, Тюменское время Праздники любителей активного отдыха В Тюмень на несколько месяцев заехала выставка рыболовных товаров В областном центре она не первый раз и уже собрала армию постоянных посетителей А посмотреть там есть на что На выставке представлены как собственно снасти и наживки, так и необходимые для обустройства лагеря снаряжения Герой следующего сюжета свои рыболовные снасти хранит как зеницу ока Ведь на Ямале без них как без рук Леонтий Черепанов 23 года жизни провел на Крайнем Севере Как практически не сматывая удочку, ему удалось и с театром жизнь связать, и комитет народного контроля возглавить Все узнала Анастасия Ализаревич Вот здесь у меня лодка Вот мои удочки Ну, а червяки ползают по даче. Он не был на рыбалке уже лет пять. Удочки из Насти давно пылятся в дачном сарае. Но готов хоть сейчас надеть болотники и выловить не карася, а нельму, муксуна и осетра. Перед нами, без лишнего слова, рыбак государственного лова. Товарищу Черепанову Леонтью Андреевичу, рыбаку за досрочное выполнение задания второго квартала по вылову рыбы на 230%. Помните вот этот день, когда вручали? Да, конечно. Вручали это уже после Путины. В 48-м он за неделю выполнил квартальный план. Сегодня дед Леонтьи, тогда товарищ Черепанов. Грамоты обкома комсомола хранит как память. Он начинал на веслах в поселках Пуйка и горных Амнеу. Чтобы помочь матери после войны поднять сестер, еще мальчишкой в 19 он попросился на крайний север, на Пуйковский рыбозавод. Вниз по обской губе ходили на бударках, на муксу, нельму и осетр. В плюс 35 и минус 40 на подлёдный лов. Особенно, когда вот проходит белуха, есть такой зверь морской. Она, как у кита, у неё тоже фонтан из головы там идёт, там белуха. Вот. Рыба её очень боится, она питается ей. Ещё на меляк. Вот в это время мы успевали в сети раскидывать. Лодка тонны полторы могла на себя взять, но это уже под борта. С речного плавания Черепанова уносит в политическое, в комсомол Ямальского райкома ВЛКСМ, где достаётся должность первого секретаря. А дальше ещё глубже. Уже в 64-м он возглавляет комитет народного контроля. Пуйка, Ярсале, Салихард. На рыбозаводы Крайнего Севера возвращается. Но уже в другой роли политуполномоченного борется за дисциплину с пьянством и разгильдяйством рыбаков. И театр в Ямальской тундре поднимает. Тогда в Народном театре Сибимоль второй октавой он вытягивал выше всех. Сегодня в 87 смуглянку и амурские волны играет по памяти. 23 года жизни Леонтий Черепанов отдал Крайнему Северу. Сегодня живёт на большой земле и нянчит внуков. Может быть, если бы я не попал на север, может быть, просто как я, может быть, застрял бы где-нибудь токарем. А я горжусь тем, что именно вот он, что полярная звезда мне стала маяком в жизни. За последние 15 лет он издал пять книг-стихов. Каждая строчка посвящена и малу, и прошлому, которым рыбак государственного лова гордится. Приехал я туда невзрачным малым, в рыбозавод работать рыбаком. Не ведал, что звезда-то над Ямалом мне станет путеводным маяком. На этом у меня всё. Берегите себя и своих близких, и только хороших вам новостей. До свидания.